Всем приветствую, уважаемые партнеры, уважаемые коллеги, пользователи интернет. В этом видео я покажу вам и расскажу о таком замечательном инструменте, как автопост. Применять его можно для раскрутки, продвижения и рекламы нашей с вами в социальной сети ВКонтакте. И разработан этот инструмент в рамках компании Битнес. Разрабатывали мы его для своих партнеров. Для них он абсолютно бесплатный. Все же, кто захотят пользоваться этим сервисом, стоимость абсолютно символическая. 3 доллара в месяц и замечательная партнерка. 1 доллар с первой линии за каждую регистрацию вы получаете и по полдоллара со второй и третьей линии. То есть достаточно хорошо можно пользоваться вот этим замечательным инструментом и еще и заработать на его оплату. И не только на его оплату, а на мелкие расходы. В общем-то нужный для раскрутки ВКонтакте сервис и мы рекомендуем вам его использовать. Теперь смотрите, мы получили этот сервис буквально несколько минут назад, точнее где-то около часа назад. Нам его сдали программисты. Мы еще даже не давали рекламу, но тем не менее мы поставили уже в нашей группе пост. И вы видите, что регистрации уже начались. То есть людям такой инструмент нужен и я сама аналогичными инструментами пользуюсь уже на протяжении нескольких лет, покупая их за гораздо более высокую стоимость, потому что этот инструмент действительно реально помогает мне в раскрутке моей странички ВКонтакте. Так вот, друзья, когда вы попадете на такую титульную страницу, где мы проходим регистрацию, у вас она будет выглядеть вот таким образом. Вот этот баннер, он здесь временный, его, конечно, мы потом поменяем на более респектабельный. У вас есть кнопочка регистрации, вы видите, что вам в подарок дается 3 дня веб-статуса. Что такое веб-статус? После оплаты этого сервиса 3 доллара вы получаете неограниченное количество аккаунтов, которые вы можете подключить к этому сервису. Вернее, возможность подключить неограниченное количество аккаунтов ВКонтакте. И постить в ленту новостную, то есть на свою страницу новостную ленту, и постить в группы ВКонтакте. Ну, просто действительно реально практически дешевая масштабная реклама. Довольно-таки хорошо работает эта функция автопостинга. Она протестирована, сервис протестирован, проверен. В принципе, никаких опасений бана нет. И, конечно же, очень круто вам поможет, да, освободит. Просто огромное количество высвободит вам времени и освободит вас от рутины. Публиковать постоянно посты и для того, чтобы появляться в ленте. Все позже я немножко вам покажу, как им пользоваться и как это работает. Так вот, вы переходите для регистрации, нажимая на кнопку либо регистрация в правом верхнем углу, либо регистрация вот здесь. Переходите на вот такую вот страничку, заполняете данные. Здесь мы вносим наш e-mail адрес, придумываем пароль, повторяем его и кликаем на кнопку зарегистрироваться. Это тестовая регистрация. Здесь я ввела абсолютно простые данные. Вы вводите, естественно, свои и придумываете свой пароль. Кликаете, чтобы войти в кабинет на эту ссылочку или на эту кнопочку и попадаете в ваш личный профиль, предварительно заполнив опять же вот эти вот данные. И попадаете внутрь аккаунта. Следующее, что нужно сделать, это подключить ваш аккаунт ВКонтакте. Кликаете на данную кнопку. Здесь у вас выходит вот такое вот окно. Вы кликаете на кнопку «Перейти к подключению». В этом же браузере открываете вашу страничку ВКонтакте. Так как здесь у меня нету рабочей страницы, я просто покажу, что нужно сделать. В адресной строке кликаете на ссылку именно в адресной строке, копируете ее и переходите обратно в кабинет. И вот сюда эту ссылочку вставляете и нажимаете «Подключить». После этого я уже на примере своего личного кабинета вам покажу. Мы с вами должны поставить аватарку. Кликаете сюда, загружаете фотографию из открывшихся окна. Вы можете выбрать ту фотографию, которая прикреплена к вашему профилю ВКонтакте, либо же подгрузить другую. Далее заполняете свои данные профиля, имя, отчество, пишете ваш рекламный текст. У меня он также с ссылкой прикреплен. Затем заполняете строки социальных сетей, сайт, если у вас есть. И на этой же странице вы можете поменять пароль в случае необходимости. В графе ID приложения ВКонтакте пока вы ничего не пишете, далее будет у вас тут инструкция, пока эту графу вы можете просто пропустить. И обязательно нажимаем на кнопку «Сохранить». Следующее. В разделе «Управление балансом» вы можете пополнить баланс. Указывая сумму 3 доллара, нажимаете «Перейти к оплате» и выбираете тот источник оплаты, который вам подходит. На данной страничке очень много ресурсов, с которых можно оплатить. Вы выбираете тот, который для вас оптимально будет. После пополнения баланса у вас на счету будет 3 доллара. Вы переходите в раздел «Перейти на VIP» и здесь нажимаете «Приобрести VIP» сроком на 30 дней. Далее в разделе «Структура» вы будете видеть все регистрации, которые у вас были проведены по вашей ссылке, а также регистрации второй линии и регистрации третьей линии, то есть всю вашу структуру. И также на этой страничке вы будете видеть ссылочку, лично вашу реферальную ссылочку для распространения, для рекламы данного ресурса. В разделе «Управление аккаунтами» вы можете подключить еще некоторые аккаунты. У меня один. Вы можете подключить на VIP-статусе неограниченное количество аккаунтов и делать автопостинг со всех своих аккаунтов. Ну и, конечно же, далее переходим в раздел «Автопостинг» на страницу. Я покажу, как это работает. Предварительно вы создаете пост у себя в ленте. Я перейду сейчас на свою ленту и покажу вам на примере какого-то из постов. Ну, давайте, например, возьмем вот этот вот пост. Что вам нужно сделать? Вы кликаете на дату публикации. В адресной строке копируете ссылку, именно в адресной строке. Переходите обратно в автопостинг. Нажимаете «Создать задание». Кликаете сюда для того, чтобы выбрать аккаунт. Так как у меня один аккаунт в данном сервисе подгружен, он появляется именно в единственном числе. У вас, если вы подгрузили несколько аккаунтов, 3, 5, 10, 20, не знаю, у кого какие аппетиты, конечно, вы выбираете из всех аккаунтов тот, куда вы хотите постить, кликая вот просто вот так вот на него. Сюда вы вставляете ссылку на ваш пост, который мы только что скопировали, и выставляете интервал, временной интервал. Я всегда делаю автопостинг в 30 минут, 30-40 минут, чтобы почаще мелькать в ленте, чтобы почаще люди видели мою рекламу, мою информацию и, соответственно, переходили на мои ресурсы. 30-40 минут я оставляю и нажимаете «Запустить задание». Идет проверка данных, и сейчас мы с вами можем перейти к списку заданий, если у вас здесь несколько будет заданий. Соответственно, давайте поставим еще одно, чтобы вы видели, как это будет выглядеть. Давайте я возьму, например, на вот этот постссылочку, кликаю на дату, с адресной строки копирую ссылку полностью, перехожу снова «Добавить задание», опять выбираю нужный мне аккаунт, вставляю ссылку, оставляю временной интервал 30-40 и снова «Запустить задание». И теперь, когда мы перейдем к списку заданий, мы увидим, что у нас уже выставлено два задания, и они будут публиковаться у нас с интервалом 30 минут каждый. Сейчас, если мы поднимемся вверх ленты, и давайте я обновлю. Вот, и мы видим, что один пост только что вышел, задание наше, которое мы выставили, и тут же следом вышел и второй пост. Вот, они сразу два поста у меня выскочили. Обязательно ставьте «Класс» сами себе, не поленитесь сами себе, напишите комментарий. И, соответственно, второй пост тоже поставьте «Класс» и, если хотите, напишите комментарий. Вот наши два задания вышли. Вернемся в кабинет, я вам покажу, что здесь можно сделать дальше. Вы можете перейти по ссылкам и проверить. Вы можете остановить задание, например, на ночь, да, или просто прокрутилась у вас ваша информация, например, перед каким-то мероприятием, мероприятие прошло, и данный уже пост вам не нужен. Вы можете его либо остановить, либо удалить, либо редактировать интервал, например, запустить реже, если эта информация актуальна, или, наоборот, запустить чаще. Давайте я сейчас остановлю. Остановлю. Если, например, мне надо, чтобы этот пост у меня крутился в неделю, соответственно, после остановки, например, утром я открываю ВКонтакте, и я заново запускаю эти задания. Здесь, в принципе, все сложно. Отработали, не нужны они, мы поставили другие, значит, мы можем их просто удалить. Если нам нужно, мы добавляем следующее задание, и так вы можете добавлять бесконечное количество заданий, и в день у вас в новостную ленту может поститься несколько, соответственно, ваших постов. Я объясню сейчас, что нам это дает, для чего мы это делаем. Автопостинг по группам. Вы переходите сюда. Точно так же создать задание. Перед этим обязательно должны внести списки групп. Перейдя вот в этот раздел, кликните списки групп, затем создать список, и сюда вы вносите ссылки на те группы, в которые вы хотите постить. Соответственно, вы должны назвать имя списка, например, группы по бизнесу, группы инфобизнеса, группы по продажам какого-то продукта, какого-то товара, какой-то услугу, чтобы у вас каждая группа имела какое-то определенное направление, чтобы вы сами не путались. И затем вы просто указываете ссылки на группы. Давайте мы сейчас с вами проделаем такую работу. Я перехожу на личную страничку, захожу в раздел «Сообщество». И мне нужна целевая аудитория, которая будет видеть мою информацию, сетевой маркетинг, то есть те люди, которые понимают, что такое сетевой маркетинг. Это моя целевая аудитория. Мне поисковик выдал определенные группы. Я выбираю, конечно же, те группы, где побольше подписчиков. Давайте для примера открою две группы. Перейду сюда. Что нам нужно, на что обратить внимание, прежде чем добавлять эти группы? Во-первых, количество подписчиков. Во-вторых, активность в группе. Посмотрите обязательно, есть ли здесь классы, комментарии. То есть сразу мы видим, что живая здесь аудитория или нет. Мы видим, что здесь достаточно живая аудитория. И обязательно нужно смотреть, подходит ли вам эта группа для автопостинга. Потому что, возможно, есть группы. Возможно, вам нужно просто будет заранее с администратором группы списаться, договориться за отдельную плату в его группе поститься. Мы видим, что здесь есть основатель. Посмотрите внимательно, чтобы не получилось такого неприятного, что вы начали постить, а совсем не в те группы. То есть нужно тоже здесь очень внимательно подходить. Если вы видите, что человек серьезно здесь продвигает свою группу, то, конечно же, лучше предварительно с ним списаться, спросить разрешение. А если он скажет, что эта функция оплатная, соответственно, значит, мы должны будем оплатить. Обычно это стоит недорого. Это тоже очень классная функция. Давайте перейдем просто вот в такую вот группу, чтобы я вам показала разницу. Также просматриваем ленту. 5, почти 6 тысяч подписчиков. В принципе, в эту группу постить можно. Мы видим, что администратор здесь заблокирован. Что мы здесь видим? Ну, что здесь люди, да, рекламируются, но активности как бы особой нет. Ну, я лично в такие группы как бы не буду делать автопостинг, потому что это бесполезная трата времени. Давайте перейдем вот сюда. MLM, сетевой маркетинг. То есть вы можете в поисковик вбивать MLM, сетевой маркетинг, работа из дома, ищу работу, заработок в интернете. То есть по вашему направлению, что вы хотите рекламировать, да, какая ваша информация. Смотрим, что здесь у нас. Так, так, так. 56 тысяч подписчиков. Неплохо. Смотрим, кто здесь администратор. Администратор здесь скрыт, его нет. Очень активная группа. Так, смотрим, кто здесь выставляет посты. Посты выставляются именно от имени сообщества. Да, мы видим, что здесь другие люди не выставляются. Поэтому будет не совсем корректно. Но и при этом как бы нам не с кем связаться. Да, у нас здесь нет контактов администратора, что тоже очень как бы плохо. Поэтому немножечко нужно будет, конечно, потратить время, чтобы найти соответствующие для себя группы. Ну, давайте зайдем в инвестиции. Посмотрим здесь активность. Большое количество участников, более 16. Смотрим сразу, есть ли у нас контакты администраторов. Так, есть двое из них заблокированы. Смотрим, кто здесь у нас постит в ленту. Да, тоже не совсем будет корректно. Здесь нету постов других людей. Поэтому нужно, если вы видите, что в группе нет постов других людей, а только администраторов сообщества, то тогда вам нужно договориться с администраторами. Вот следующая группа – сетевой маркетинг. Давайте посмотрим ее. Более 10, почти 11 тысяч подписчиков. И мы внимательно смотрим, что мы можем в этой группе. Можем ли мы здесь рекламироваться. Мы видим, да, что посты здесь выставляют, в принципе, все желающие. Смотрите. То есть не только администратор, все желающие, кто хочет, здесь рекламируются. Администратор, сам руководитель, даже нет аватарки. Но группа такая достаточно многочисленная. Поэтому здесь как бы нас не забанят, не накажут. Мы видим, да, что рекламу здесь дают все, кто хочет. Но обычно в таких группах активность, конечно, минимальная. То есть люди не заходят для того, чтобы здесь что-то писать. Они заходят, чтобы самим прорекламироваться. Ну и что-то где-то, где-то кто-то что-то и заметит. Вот в таких группах можно делать автопостинг. Вот, соответственно, такие группы просто нужно поискать. Здесь все компании, вы видите, рекламируются. И, соответственно, немножко, конечно, на это нужно потратить время и выбрать такие достаточно качественные группы. Копируете ссылку с адресной строки. И, конечно же, вот здесь вот уже просто-напросто, ну давайте напишу я здесь, например, MLM, и вы сюда вставляете вот несколько-несколько ссылок. Каждая ссылка с новой строки. То есть, предположим, что это разные группы, вот таким вот образом вы встраиваете. Вот эта работа, конечно, она должна быть проделана один раз плодотворно, очень-очень качественно. То есть не старайтесь лишь бы какие-то группы сюда поставить, а поищите именно группы, где вы будете уверены, что вас администратор не забанит, где можно рекламироваться, где все люди рекламируются. Но постарайтесь поискать группы, где побольше, так скажем, активность какая-то, да, хотя бы какие-то люди ставят классы друг к другу. Вот, поэтому вот это вот один из способов рекламы в группах автопостинга. Но очень круто, если вы спишетесь как бы с администратором, спросите у него разрешение, да, скажете, что я хочу у вас в группе рекламироваться, возможно, он скажет, что это платно, но обычно довольно-таки небольшую стоимость за это берут, а подобрать группы, где просто можно рекламироваться, вот по принципу вот этой группы, да, где мы видим, что все-все желающие могут здесь выставлять свою рекламу. Вы можете, собственно говоря, с администратором и не связываться. Вот, и так далее. Выставляете вот таким вот образом эти группы и нажимаете «Сохранить». Переходите в список заданий и «Создать задание». И то же самое, по тому же принципу мы действуем. Выбираем наш аккаунт, выбираем, тут у вас может быть несколько групп, да, направления не только MLM, а какие-то другие направления. И далее вы можете заполнить эту страничку либо вручную, либо в автоматическом режиме. То есть, если вы уже подготовили себе пост, сейчас я перейду опять же на страницу, если вы уже заранее подготовили пост, который вы хотите рекламировать, вот, например, я бы хотела вот этот пост прорекламировать, да, автоматизация нашего инструмента НАСА, нашей системы, я копирую ссылку на этот пост с адресной строки, перехожу сюда, и выбрав ту группу, групп ВКонтакте, соответственно, да, из-под разделов. Я, например, не хочу, мне некогда заполнять все вручную, писать текст, вставлять картинки. Я могу просто кликнуть вот сюда и поставить уже заготовленный пост, вот ссылку на этот пост вот сюда. Ссылку на публикацию. Нажимаем скопировать, и у нас автоматически сразу на страничке все подгрузилось, да, вы видите. Причем вы здесь можете поставить ссылки на фото, видео, просто, ну, как бы перечислениям, да, сразу несколько фото и несколько видео через запятую. Тут все предельно подробно написано, в общем-то, да, и сохраняете. Ну, я пока не буду рекламироваться в эту группу, потому что, потому что, потому что это не совсем подходящая группа, просто она показана вам для примера. Вот, я даже удалю, потому что буду делать потом заново, изначально все очень-очень аккуратненько. Вот, такие вам рекомендации, друзья. И теперь я еще раз объясню, для чего нам нужен автопостинг, для чего мы все вот это вот с вами сейчас рассматривали, и для чего мы используем этот инструмент. Я хочу вам объяснить, что когда мы с вами выставляем в своей ленте, в новостной, в своем профиле какой-то пост, это не значит, что нас увидело огромное количество людей. Этот пост появился в новостной ленте. Вот сюда он выскочил, и здесь именно люди смотрят информацию. Они не заходят к нам на профили, на личные страницы, они просматривают новостную ленту. И если в тот момент, когда они просматривали ленту, ваш пост им попался, это хорошо, значит, они вас увидели. А не забывайте еще о том, что если у вас пост неправильно оформлен, то контакт вас просто-напросто не продвигает и не рекомендует, да, в ленту рекомендации. Очень сложно, чтобы вас увидели. Поэтому автопостинг нам в этом помогает. То есть, если мы задали параметр 30-40 минут, то каждые 30-40 минут наш пост вот здесь вот в новостной ленте появляется. И, соответственно, у нас с вами повышаются значительно шансы, чтобы нас увидело большее количество людей, и мы почаще здесь появлялись. Понятно, да? Либо нас один раз увидят в сутки, и очень маленькое количество людей, либо мы будем чаще мелькать в новостной ленте, и наша информация, конечно, должна цеплять, она должна быть актуальной и интересной, и больше людей будут видеть вас, вашу информацию, переходить к вам, интересоваться, узнавать и задавать вопросы. Я думаю, что это совершенно понятно, потому что сидеть и вручную постоянно выставлять посты, это сейчас уже, конечно же, прошлый век, этого делать не нужно. Для этого и существуют вот такие замечательные инструменты, как автопостинг. Ну что ж, всем желаю вам успехов, пользуйтесь, пожалуйста, нашим инструментом. Мало того, что используйте его для своих целей, для продвижения, еще, конечно же, и на партнерской программе также зарабатывайте. Всего наилучшего, до следующих видео!